Очередной робототехнический проект из говна и палок. Силиконовый герметик, тряпка, парочка вещей из аптеки, тяп-ляп и готово. Делаем мягкий схват для модификации вездесущего манипулятора МИАР в двух вариациях. Пробуем хватать им предметы сложной и не очень формы, а также различные продукты питания без их повреждений. Ну почти. Здрасте! Добро пожаловать на канал про гребанных роботов и приятного просмотра. Немного предыстории. Тащим-то для одного проекта по OpenCV мне нужен был небольшой, но длинный манипулятор с рабочей зоной, радиусом где-то 25-30 см. Поднимать он будет детальки по весу небольшого болта. В процессе поиска подходящего схвата вспомнил, что есть такая хреновина, как мягкое захватное устройство, которое уже давно хотелось пощупать. И чисто по приколу было решено его быстренько запилить. В результате немного увлекся и сделал несколько его вариаций. Прикольная штука в целом. Ну а если вы еще не знаете, что такое мягкий схват, для чего он нужен и чем отличается от остальных, то сегодня узнаете. Первая его версия делалась для захвата предметов округлой формы и состоит из трех силиконовых пальцев, внутри которых находится полость с камерами. Если закачать в них воздух, они раздуваются и сгибают палец. С другой стороны камер, палец армирован обычной тканью, которая препятствует его растягиванию при накачке воздухом и позволяет ему только сгибаться. Боковое отверстие чисто техническое и нужно, чтобы удержать вставку, которая формирует камеры при заливке или замазывании силиконом. Вытаскивать ее потом, конечно, тот еще мрак, но об этом позже. Дальше боковое отверстие просто затыкается пробкой, а воздух подается через верхнее отверстие. Кстати, если выкачать воздух из камер, то палец еще и разжаться немного может. Для изготовления пальцев нужна форма. Рисуется она точно так же, как я это делал в одном из прошлых видео, где я лепил гусеницы из силиконового герметика. Тут ничего нового. Печатаем их. Все 3D модели формы и других деталей, как обычно, будут выложены по ссылке в описании. Сама форма состоит из нескольких частей и довольно просто собирается. Также нужно не забыть при намазывании или заливке силиконом положить на боковую часть формы армирующую ткань. Это просто обычный хлопок. Я лепил пальцы из кислотного силиконового герметика, хотя по-хорошему лучше использовать литьевой силикон, с ним геморроя меньше. Тем более, если планируете работать с пищевыми продуктами, тогда вам 100% нужен литьевой силикон на платиновой основе. Мне было влом заказывать и ждать, пока он доедет, да и оставался герметик с предыдущего проекта про гусеницы. Ну, не выкидывать его же правильно. К тому же уже больше года в углу лежит красный автомобильный герметик, который девать некуда, поэтому решил немного подкрасить пальцы. Также будет нужна мыльная вода. Для этого смешиваем воду и средства для мытья посуды, ну или прочую мыльную дичь. Она используется в качестве разделителя, поэтому поочередно купаем в ней все детали формы. Если этого не сделать, то пальцы потом без мяса от формы не оторвешь. Плюсом будем использовать мыльную воду для ускорения отверждения силикона. В остальном процесс похож на изготовление гусениц из одного моего прошлого видео. Мешаем красный силикон с белым, что в целом не обязательно, можно лепить и белые пальцы. Первым делом необходимо промазать армирующую ткань. А дальше дилемма. Силикон нужно смешать с мыльной водой. Ну а если сделать это со всей массой сразу, то она превратится в студень раньше, чем вы успеете размазать ее по форме. Методом экспериментального тыка я пришел к выводу, что самым лучшим вариантом будет не добавлять воду в весь силикон сразу, а брать немного силикона на шпатель, опускать его в воду, а потом размазывать. Так точно получится успеть его размазать до отверждения. В какой-то момент нужно не забыть запихать промазанные кусочки ткани в форму. Когда все размазали, соединяем половинки в форму, выдавливая лишнее. Стягиваем форму винтами и оставляем все застывать на пару часиков. Через какое-то время форму с пальцем можно бросить в воду. Так он быстрее отвердеет. Еще через некоторое время можно доставать палец из формы. Если все сделано правильно, то силикон должен хорошо отходить от пластика. Лишние ошметки силикона можно обрезать. Бокорезами делать это очень удобно. После чего можно бросить палец в воду еще на часик. Силикон даже при таком способе очень хорошо повторяет огрехи печатной формы. Стоит это учитывать. Лично меня это в принципе вообще не парит. Но... Да. А дальше самое запарное. Вытащить вставку. Самым простым способом было бы ее напечатать из хипса, ну или на крайний случай из АБСа. И растворить. Но мы же легких путей не ищем, да? У меня есть только ПЛА. Поэтому вставка была спроектирована так, что выступы печатались на принтере вдоль оси Z. Что значит они хорошо ломаются. Далее основная часть вставки вытягивается, а ее обломки вытаскиваются пинцетом. Собственно в готовом пальце мы это и повторяем. Нужно лишь почувствовать себя немного хирургом. Стоит заметить, что в форме между двумя вставками есть небольшой зазор. И в пальце эти отверстия не соединены. Поэтому берем сверло и аккуратно пробиваем отверстие. Работоспособность можно тут же проверить шприцом, зажав руками техническое отверстие. Небольшие раковины, дырки и огрехи можно замазать свеженьким герметиком. У меня он отлично пристает к пальцу даже спустя месяц. К слову, если все-таки использовать литьевой силикон, то форму можно не переделывать. Необходимо только чем-нибудь заклеить нижнее отверстие и рассверлить одно из верхних, в которое и заливать силикон. Возвращаемся к пальцу и затыкаем его напечатанной пробкой. После чего запихиваем палец в держатель, который будет его прижимать винтом к звену. Для схвата таких пальцев нужно сделать еще две штуки. Прикручиваем их к схвату. В качестве манипулятора, чтобы не запариваться, я выбрал уже достаточно задолбавший всех Mi Arc. Для этого просто нашел самую популярную модель и напечатал ее. По электронике. Сервы рулятся ардуинкой через ПЦА. Управляющие команды шлются с компьютера через блютуз-модуль. И питается все это от 12 вольт через понижайку. С манипулятора снимаем родной схват. Он нам не понадобится. Свои схваты я проектировал как модификаторы, чтобы они без проблем контачили с манипулятором. Ну, то есть крепление у них одинаковое. Прифигачиваем его к манипулятору. Теперь берем капельницу и шприц, который будет выступать в качестве поршня. И соединяем все три пальца через вот такой вот разветвитель. Для этого отрезаем от капельницы лишнее и оставляем только трубку. Отрезаем от нее три небольших кусочка, которые объединяем разветвителем вместе с основным выводом. Тут вылезла еще одна проблема. Сколько бы я не пытался напечатать разветвитель сразу герметичным, нифига у меня это не получалось. А пытался я много. В итоге забил и решил залить соединение с оплеклеем для стопроцентной герметичности. Не эстетично, но практично. Вставляем трубки в пальцы и крепим все к манипулятору. Тут я естественно снова накосячил и погнул все, что можно, что потом пришлось исправлять. Но об этом позже. Шприц используется для нагнетания и выкачивания воздуха. Но, я думаю, вы задаетесь вопросом, а как этим делом управлять? Для этих делов я решил слепить инжектор. Основные его детали упечатаются на 3D принтере. В качестве направляющих используются два гвоздя с диаметром 4 мм и 6 мм шпилька в качестве ходового винта. Режем гвозди, чтобы получить волы. Подрезаем шпильку и слизываем с нее немного мяса для присоединения к муфте с мотор-редуктором. А дальше собираем сам инжектор. Добавляем шпильку и слизываем к муфте с муфте с муфте с муфте с муфте с муфте. Добавляем шпильку и слизываем к муфте с муфте с муфте с муфте с муфте. К собранному инжектору прифигачиваем шприц, можно 20 или 10 мл. Управлять инжектором изначально было решено при помощи маленького драйвера двигателя MX1508, но тут я облажался, забыв что драйвер работает с напряжением до 10 вольт. А у меня все заложено под 12 вольт. Естественно, при пробном пуске он отдал концы, так что предлагаю его красиво дожечь. Забавный факт, это первая за 5 лет моей работы плата, которую я спалил, и довольно приятно, что это оказался драйвер за 50 рублей, а не какая-нибудь малинка. Сначала я решил заменить драйвер на аналогичный и выставить блок питания на 9 вольт, в целом можно и так, но мой моторчик этого явно не оценил и сказал, что ему так тяжело, хотя он и так нещадно эксплуатируется, потому что он трехвольтовый. Конечно, есть такие же моторчики на 12 вольт помощнее, но их нужно заказывать и ждать. Ну а как вы помните, мне в лом, поэтому просто берем драйвер пожирнее на 12 вольт и используем его, сколько-нибудь да поживет. Регулировать ход шприца можно при помощи оптических методов или обычных концевиков. Проведем первые тесты. Мда, яйцо для манипулятора немного тяжеловато. Не беда, поправим это дело приклеив манипулятор к столу. Плюсом есть проблема с герметичностью. Ну что ж, первый шаг к исправлению проблемы это определить, где находится проблема. Поэтому заливаем хват водой и поддаем воздуха. И ясно видим, что дело в пробке. Поэтому разбираем схват и используем герметик по назначению, а именно герметизируем. Делаем это на всех трех пальцах, после чего собираем все взад. Также решил поменять трубку, так как помимо неэстетического вида перегибы мешает циркуляции воздуха. Схват готов. Ну что, похватаем что-нибудь. Тут как раз стоит отметить главную особенность мягких схватов и из-за чего они в основном применяются. При захвате ими практически невозможно смять или как-то повредить мягкие или хрупкие объекты. По этой причине их иногда используют при работе с продуктами и в промышленности. Ну вот, например, схватим уже битое куриное яйцо, поврежденное процессия нещадных прошлых тестов. Бонусом из-за гибкости мягкие схваты могут захватывать детали довольно сложной формы, обволакивая их, тем самым повышая сцепление. Еще один профит в том, что можно до бесконечности увеличивать количество пальцев на схвате и менять его геометрию. Кроме этого схвата, который делался для относительно крупных объектов округлой формы, я слепил еще схват из двух точно таких же пальцев, но уже для небольших объектов. Единственное, что нужно поменять, это трубку с разветвителем, а в остальном он очень просто заменяется. Хотя это все и прототипы и делались они без какого-либо расчета, результатом я в целом доволен, несмотря на то, сколько времени ушло и сколько неудачных попыток было сделано. Теперь с уверенностью можно делать вариант для манипулятора побольше. В этом видео, конечно, хотелось бы еще попробовать заменить инжектор на воздушный насос и датчик давления, но это уже как-нибудь в другой раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok